В колонии номер 3 строгого режима сегодня день особенный финал запретной лиги КВН. На сцене четыре лучшие команды исправительных учреждений. Нетихие троечники ИК номер 3 хозяева игры принимают у себя в гостях извечных соперников, утомленных сроком ИК номер 6 из Мерехова. Приехали на закрытую лигу КВН и две женские команды. Ассорти колония номер 1 из Головино и на своей волне колония номер 10 из Ликино. К соперникам здесь относятся серьезно. Несмотря на то, что два последних года кубок закрытой лиги КВН оставался в ИК номер 3. Мы готовились очень напряженно. У нас тема такая, более-менее приближенная к кино все. Ну какие-то достоверные исторические факты. Ну там по программе будет видно, что мы действительно отчеты отталкивались из истории фильмов, фамилии. Соперники подготовились на 5. Будет сложная борьба. Готовились сложно. Ну то есть работа и учеба, то есть все совмещалось. Готовились больше месяца. Ну там по 3, где-то 2 часа в день. Выходные полностью этому отдавали. Едем первый раз, еще не приезжали. Ну я думаю, что тут, наверное, нет. Ну не столько соперничества, прям сколько. Ну нужно показать всем хорошую КВН. Каждый год тема КВН меняется. На этот раз участники финала шутят на тему кинематографа и всего, что с ним связано. И хоть шутки порой напоминают репертуар камеди, главное, чтобы всем было смешно. Ты кто вообще такая? Ну так-то, в головину за меня человек 800 подпишется. Потому что мой принцип по жизни – за друга рвать, за подругу бить, за брата стрелять, за мать казнить. Самолет пролетает, хавчик прикрой. По крайней мере, вот эта категория лиц, которые участвуют и в играх КВН, и в смотрах художественной самодеятельности, и в каких-то спортивных мероприятиях, вот в моем восприятии, они наиболее подготовлены к жизнему свободе. И они готовы рассматривать их на какие-то положительные моменты, в том числе рассматривать на вопросы условно-досрочного освобождения. Все здесь, как в настоящем КВН. Разве что жюри не настолько строгое. Его, кстати, возглавляет известный Владимирский КВНщик Евгений Пучков. Здесь большая разница, потому что люди взрослые все, особенные, у них костюмы очень хорошие, декорации здесь все, и они к этому относятся по-другому, нежели студенты. Победили не тихие троечники, и это уже третья подряд победа команды. А вот на втором неожиданно оказались девушки из колонии номер 10 команды на своей волне. Почетная третья за утомленными сроком. Закончилась игра традиционным вручением призов и подарков, ну и, конечно же, чаепитие. Борис Пучков, Александр Горшков, Губерния 33.